Лев Толстой Филиппок Был мальчик, звали его Филипп. Пошли все ребята в школу. Филипп въел шапку и хотел тоже идти, но мать сказала ему, куда ты, Филиппок, собрался? В школу. Ты еще мал, не ходи. И мать оставила его дома. Ребята ушли в школу. Отец еще с утра уехал в лес. Мать ушла на подденную работу. Остались в избе Филиппок да бабушка. На печке. Стало Филиппку скучно одному. Бабушка заснула, а он стал искать шапку. Своей не нашел. Взял старую отцовскую и пошел в школу. Школа была за селом у церкви. Когда Филипп шел по своей слободе, собаки не трогали его. Они его знали. Но когда он вышел к чужим дворам, выскочили жучка, залаяла, а за жучкой большая собака, волчок. Филиппок бросился бежать. Собаки за ним. Филиппок стал кричать. Споткнулся и упал. Вышел мужик, отогнал собак и сказал, куда ты постреленок один бежишь? Филиппок ничего не сказал. Подобрал полы и пустился бежать во весь дух. Прибежал он к школе. На крыльце никого нет. А в школе слышно гудят голоса ребят. На Филиппка нашел страх. Что, как учитель меня прогонит? И стал он думать, что ему делать. Назад идти, опять собака заезд. В школу идти, учителя боится. Шла мимо школы баба с ведром и говорит. Все учатся, а ты чего ж тут стоишь? Филиппок и пошел в школу. В сенцах снял шапку и отворил дверь. Школа вся была полна ребят. Все кричали свое. И учитель в красном шарфе ходил посередине. Ты что? – закричал он на Филиппка. Филиппок ухватился за шапку и ничего не говорил. Да ты кто? – Филиппок молчал. Или ты не мой? Филиппок так напугался, что говорить не мог. Ну так иди домой, коли говорить не хочешь. А Филиппок и рад бы, что сказать. Да в горле у него от страха пересохло. Он посмотрел на учителя и заплакал. Тогда учителю жалко его стало. Он погладил его по голове и спросил у ребят, кто же этот мальчик. Это Филиппок, Костюшкин брат. Он давно просится в школу. Да мать не пускает его. И он украдкой пришел в школу. Ну садись на лавку возле брата. А я твою мать попрошу, чтоб тебя в школу пускала. Учитель стал показывать Филиппку буквы. А Филиппок их уже знал и немножко умел читать. Ну-ка, сложи свое имя. Филиппок сказал. Хве-хви-ле-ли-е-е-е-пок. Филиппок. Все засмеялись. Молодец, сказал учитель. Кто же тебя учил читать? Филиппок осмелился и сказал. Костюшка, я бедовый, я сразу все понял. Я страсть какой ловкий. Учитель засмеялся и сказал. А молитвы ты знаешь? Филиппок сказал знаю. И начал говорить Богородицу. Но всякое слово говорил не так. Учитель остановил его и сказал. Ты погоди хвалиться. Поучись сначала. С тех пор Филиппок стал ходить в школу вместе с ребятами.